так привет друзья товарищи опять рубрика 5 л 40 боль всех владельцев бмв ну и не только бмв и opel и range rover так это у нас этот самый 3 литра дизель дорестайлинговые 53 вот это 5 л 40 вот так вот так вот вот так вот вот так вот значит что было как как и что человека сдохла коробка на 53 сдохла ну по обычной по стандартной причине потому что никогда не менялась масло поменялось масло и и она развалилась я в я подозреваю что развалилась первый раз конкретно из-за муфты из основного бублика вот этого вот такого немножко каши извините настала на у нас трубал эту стружку и человек начал искать коробки купил коробку бушную что-то около короче давайте проще короче человек на покупал коробок штук наверное 6 или 7 и покупал у них реально за нормальные деньги там за 700 долларов за 600 долларов за 300 за 400 короче вот таких вот пределах получается он купил коробку вроде как должна была быть идеальная или хорошая ему на сто начали ставить ее и звонят говорят бублик не вращается в масляном насосе в колоколе и он написал в чате в телеграме там был наш на барахолке что типа так и так типа что там надо делать почему не вращается в общем я ему отписал сказал что чуваки тупо просто когда ставили бублик не попали в зацепление в масляный насос полностью там три щелчка проваливается сама муфта вот это и когда ставили на тачку затягивали болтами поломали шестерню масляного насоса вот эту вот вот это вот шестерню они тупо взяли поломали ну как бы что и было по факту я когда при я сказал забирай тачку оттуда привозили ко мне и будем что-то думать и будем как-то собирать тебе коробку ну написал что у него их там уже блин гора целая в общем приехал он ко мне я раскидал тот масляный насос и вот это вот шестерня была на две части расколота была расколота вот так вот вот раз-два по краям вот этим вот короче насос масляный тот вот здесь вот лежит его естественно задерло они пытались там запихать ее там крутили вращали видите вот какие царапины задерли полностью масляный насос я я со всех его коробок нашел один насос более-менее вот еще одна коробка вот насос вот там еще одна коробка на улице сейчас еще покажу две коробки а вот еще одна коробка вот вот здесь муфты лежат сейчас муфты одна отдельная тема вот еще одна коробка 5r 40 вот там там еще вот одна коробка 5r 40 а это была коробка ему впарили вообще вот какого-то опеля забыл какой-то опель похоже на американскую гранд викторию вот я уже разобрал что посмотреть что это хоть за коробка тоже g&g моская какая-то но она получается два пакета фрикционного по 6 дисков типа двухпередачные или трехпередачные с двумя редукторами внутри вот посмотрите даже не обманывает редуктор вот 400 элитный раз вот пяти или шести сателлитные два еще вот редуктор какой-то короче здесь вообще раз два три 4 5 6 8 сателлитные или десяти короче интересно интересно а вот еще пакет фрикционного не досмотрел да это получается 3 передачный автомат скорее всего такая вот муфта в общем коробок он привез миллион и вот с тех коробок я ему собрал вот эту коробочку и кстати одна муфта с одной коробкой тоже кстати коробка была с м 47 47 до 20 из 46 с одной коробкой приехал бублик полностью запечатанный в этот самый полиэтилен как бы после реставрации он сказал что типа бублик реально типа с германии нашел нашел какого-то чувака блин а это сказал что вот этот пакет вот такой вот здесь лежал бублик запечатанный это я уже его разорвал вот видите он проклеенный был герметичный типа вот в таком пакете бублик был реставрирован в общем я поставил я в общем делал этот публик потому что думал что как бы что может быть не тогда что может пойти не то собираю ему коробку реально коробку собираем чтобы он не соврать смотрите сами смотрите все четко все фрикционные диски вообще в огнях здесь в огнях вот вот здесь смотрите здесь все тупо в огнях никаких вопросов по фрикционным диском более насос более менее ну не идеален конечно я нашел насос но так на взгляд первый то вроде как и ничего собираю я коробку ставлю ту муфту германскую реставрирую ванную сюда на эту коробку ставлю на тачку полностью собираю машину закачиваю масло по уровню 11 разошел и тачка не поехала она выехала с гаража и появился какой-то странный свист свист был конкретно вот я вот стал вот здесь вот так вот вот здесь стал в районе 3 3 литра дизель где написано и когда он газовал вот этого и части автомобиля и шел свист я я так понимаю что это свистела муфта как бы ну только выехали с гаража и какой-то свист непонятный германская муфта вот лежит запечатанная я ее возьму и поеду на мактранске разрежу посмотрю что с ней там что вы мне сказали какое ее состояние что там с ней не так почему она свистела он выехал поехал насыпал тачки я смотрю что обороты растут а машина вообще не едет ну по двигателю по выхлопу услышно что он газует сильно тачка еле разгоняется он подъехал я сел в машину сам попробовал проехать газ пол она вроде как натягивает резину а потом медленно пускает на разгон планы и вот этот непонятный свист такой с мотора блин а вроде как и турбина но не турбина потому что турбина здесь после реставрации стоит реставрировал максим киеве turbo максим по поводу турбин к нему никогда не было вопросов как бы турбина там сто процентно топчик стоит в общем я ее загнал назад скинул коробку раскидываю полина по фрикционам топчик масляный насос ну да там я разобрал масляный насос у него появились дополнительные задели я по памяти помню что не такой был за за чухом масляный насос есть стружечка чуть-чуть немножко появилась металлическая немного но есть реально чуть чуть-чуть такое пыльца такая есть в общем я звоню ему говорю ну парень типа это все как бы дичь блять мы ну я тупо делаю побечу коробку хотя можно было бы сделать нормально а он пытался все сэкономить и покупал поломанные дорого коробки за те деньги можно было новую наверно купить он 6 коробок купил там 800 500 долларов в общем он соглашается с моим мнением что надо делать нормально я беру муфту первую попавшиеся с 3-литрового дизеля у меня там есть маринчик беру муфту беру насос первый вот этот беру насос везу на реставрацию муфту делают нормально насос бракуют говорят не подходит везите типа другой беру еще один насос везу сдаю его на следующий день звонят тоже не подходит вчера я взял еще один насос повез этот насос подошел его мне отреставрировали вот так выглядит полностью реставрированный насос я прошлом видео вам не показывал в разборах coin вот давайте со светиком вот так вот выглядит полностью реставрация видите вот тупо идеальное состояние что значит 12 и 2 наверное размер глубина вот это посадочная вот так вот ремонтируют насосы 5 л 40 200 долларов ремонт насоса 100 долларов ремонт муки вот так выглядит не ремонтированные насосы видно какие задели это верно а вот ступичка вот шлифованная ступичка также в насосе вот этой вот ступички поменяли реставрировали восстановили вот эти вот клапана здесь два и здесь вот один а вот сами клапана так вот еще одна ступичка отреставрированная но они что-то сказали они получается ее пошлифовали но забраковали ее мне по вот этому клапану сказали что клапан здесь нельзя отремонтировать почему я не понял ну ладно вот а вот примерно вот так выглядит был вот видите царапины есть ну как бы это небольшие царапины это ступичка еще будет работать потому что она вас с хорошего насоса увидите разницу да все поцарапано немножко такое натерто и когда она новая после реставрации и и в принципе после реставрации я такой насос разбирал вот предыдущей серии то он остался вот такой же без каких-либо задирок немножечко такие видно следы шо типа вот эти ламели работают по насосу но никаких там особо таких царапин глубоких и тому подобного ничего нету короче непонятно почему коробка не поехала я подозреваю все-таки муфта что-то муфте блокировка походу не работала или не включалась не знаю потому что по автомату но никаких проблем нету все диски фрекционные целые он просто там так выехал с гаража он насыпал ну так нормально что я реально уже думал шоу сейчас там он тупо сожжет коробку я вижу что тачка не едет а мотор тупо уже в отсечке блин дизель сзади копоть стояла блин а видно чтобы богатит шоу мотор вышел на мощностный режим турбина раздулась а она тупо не едет реально я уже думал сейчас все он приезжает я поднимаю снимаю разбираю а там тупо все в углях тупо все попали на сцепление жопа директу жопа но нет она все целое по пачкам я всю ее продул как бы тоже нету проблем все четко не чё там не продувается все пачки держит ты блин я не знаю короче насос есть муфта новая уже есть сейчас перемываю собираю обратно масляный фильтр новый прокладка новая поддона все ставлю обливаю маслом и смотрим на результат я надеюсь поедет очень сильно надеюсь потому что три раза снимать коробку это какой-то блин кошмар если честно просто желание клиента сделать по печу купить я прошу вот реально людей которые вот попались такой ситуации что у них 5 или 40 и они начинают искать и эту коробку по разборках какие заблужки валят по 800 тысяч долларов непонятно в каком состоянии не начинайте экономить не начинайте искать там них по 300 по 150 долларов вас будут просто кидать на бабки вы будете покупать эти коробки пачками и вы ничего предъявить не сможете потому что вы когда позвоните как этот парень при мне а ему сказали ну ты же купил коробку блин а за 200 долларов а ее цена тысячу на разборку дружки ну на что ты надеялся типа ну вот так ну реально вот так и что вы докажете вы покупали сознательно за 200 вы ну реально вы покупаете сознательно за 200 долларов коробку блин и думаете что она будет нормально дохер там вот это вот коробка я не помню то ли за 200 то ли за 300 вот посмотрите она мертвая черная все вот все все тупо черное я все эти коррекционные диски уже по выбросу они не все половину уже выбросить или может не выбросить что то вот здесь вот все нахер кто-то спалил что это такое вот реально там тоже вон спальню короче рубрика коробка по бичу честно я устал вот реально устал потому что это это блин а вот это вот машина здесь висит уже дней семь блин и и она как-то мне реально блин не заработать и не 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 сделать вот это вот говно будем подсказать собираю назад я сейчас еще раз сниму гидрубок продаю пачку посмотрите что там как он скажет поставлю тачку прокачаю масло и не сниму еще видео поедет она или не поедет или опять буду его разбирать или вот он привел еще одну коробку или просто нафиг сниму и поставлю вот эту даже 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 я ее открывать не буду если она поедет в аварии то она поедет от а вот реально с этого гаража она поедет в аварии на вот этой коробке потому что ну я третий раз бесплатно коробка снимать не собираюсь это все-таки кусок работы и она кстати блин немножко такая себе увесистая вот эта хрень с раздаткой и всем подобным стойк у вас ужас ужас время 23 23 05 я почти поставил коробку ну загрузил ее на стапель вкинул бублик давай вращать а бублик не вращается в масляном насосе ёханый ты бабай я масло туда залил в коробку блин ужас я как бы не понял чем проблема что случилось в общем блин а я поднял коробку открутил сливную слил масло все опять опустил коробку снял снял только что поддон отпустил колокол закинул муфту не вращается еще отпустил колокол чтобы люфтил думал может поджал пачку какую-то блин все равно не вращается ничего не поджал все четко все низко вот верхняя верхняя и блин как же ты собака называется только что помнил и уже забыл бы верхний хаб вот видите ниже площадки под давление масляного насоса на каналы значит все четко ну как бы я его собирал я с этого самого вот там где стоит гидроблок я вот здесь его крутил пальчиком проворачивала он проворачивался вот так вот считается значит все нормально что-то с масляным насосом непонятно сейчас уже маленькие на м6 открутил сейчас откручу м8 и посмотрю что такое почему зажала шестерни получается зажала вот эту вот шестерни непонятно почему что за дичь блин сейчас 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 не уступится и покажу ребят я не понимаю я реально не понимаю в чем проблема все окей нигде не отпечатка ничего нету все четко вообще прям четко ламели вращаются шестерни вращается если бы закусила то закусила бы его все она бы блин его бы четко закусила блин остались бы отпечатки вот здесь блин не так не везет с этой коробкой она мне как-то не идет вообще вообще тупо не идет какой-то жесть тупо какой-то жесть я не знаю я уже не знаю что делать все на месте блин все на месте все на месте блин вот так и должно быть я не понимаю ну непонятно почему ротор ой извиняюсь статор торчит немножко да реально статор немножко торчит с этой стороны вот вот торчит а там вот не торчит непонятно так на этом пока стоп сейчас я посмотрю разберу подумаю надо подумать не разобрался я почему закусила шестерню вот эту короче я взял полностью статор ротор и две вот эти дистанционные шайбы там у меня был еще один насос вот я взял с того насоса вот это все и ламели тоже взял все взял с него из того насоса с того стоит первой сборки когда свист и был когда свистела коробка и не ехала ламели ротор статор дистанционные шайбы я взял опять с той же коробки но с того насоса что ставился первый раз я он не поехала но они так визуально вроде как и ничего все хорошие но реально нормальный короче я сейчас его поставил и за работу начал вращаться вот качает звук идет все пытается забрать масло сейчас опять перебрасываю перегидаю снимаю насос ложу прокладочку вот эту вот собираю обратно опять чищу блин а все это говно от масла обезжириваю ложу прокладку по-новому уже на герметик буду жить короче поехали поехали 12 часов ночи это жесть какой то аж не верится 2 часа ночи а она она вроде как поехала на подъемнике пока что никаких ошибок нормально масса закачала муфта уже не этот самый никаких шумов свистов нету на подъемничке ее разогнал до 120 все тихо до этого с той муфтой а-ля германия реставрация свистела она весь гараж сейчас вроде не свистит так ща выйду проедусь масло по уровню до 40 градусов прогрето с пробочки течет или тетет или как там правильно говорить все ща дам немножко тест драйв и будет понятно что я вам могу сказать ракета все заработало никаких шумов ничего все едет тачка просто космос то что горит 4 на 4 не обращайте внимания здесь этот как его датчик положения руля поломанный так работает отлично переключается отличный передатчик без толчков без ничего все плавно все хорошо вот прям как доктор прописал вот прям как доктор прописал вот сколько сколько раз себя убеждает что надо делать так как я думаю так как я знаю так как я говорю не вестись блина на то что говорит клиент говорит человек реально не вестись на эту всю дичь блина собирать по бичу блина ну стоит она денег чтобы сделать ее нормально ну как не пути болит ну не сэкономишь нихера не сэкономишь она не она а она а она она Немножко, конечно, гололед на дороге, но ничего, она цепляется. В общем, я доволен, коробка сделана, капиталочка пройдена, слава богу, больше не увижу эту машину, не хочу, все, нафиг. Собирать с самой палок коробки вполне лишнее, из шести собрать одну и не вложить туда ни доллара, бред, оно все мертвое, как ни крути, оно все мертвое, оно все выезжаемое. На этом все, ребята, всем пока, кому интересно что-то, пишите, спрашивайте, чем смогу, тем помогу. Есть нюансы по коробке этой, я просто их все не рассказываю, это очень долго будет. Это, блин, можно целый день рассказывать про все нюансы, там 10 серий надо снять про эту коробку. Пока-пока, далее будем.